Одним из самых ликвидных автомобилей Все равно балку уводит в сторону И ни черта не сделаешь Потому что конструкция заводская такая И против физики не попрешь На самом деле не обольщайтесь, не гордитесь Вас на*** Это опельский Ну и вышла машина с доставкой В районе 2 веки 6 и 7 доставок хватит Единственное, такие трюки можно вытворять на МКАДе Двери менять вам уже обойдется В другую полосу Она сейчас начала бы пищать Мне надо резко устроиться на зеленые Она сейчас начала бы тоже Пищать то, что ты превышаешь скорость По тюнингу ходовой Выглядит он, дизайн выглядит как чердерный купе Сколько стоит такое великолепие? Свист мы услышали Приветствую вас, ребят Вы на канале Юра Сегодня мы поговорим о покупке автомобиля Ликвидности, правильности выбора Более, скажем таки, не душевные А меркантильные подходы к делу Как вы уже заметили по картинке по названию Сегодня у нас Шевроле Малибу Шевроле Малибу уже было на канале Была гибридная версия его Там я рассказывал Сегодня у нас с классическим ДВС Но для начала о машине Вообще В последние годы Шевроле Малибу Стала одним из самых ликвидных автомобилей Не побоюсь этого слова У нас лично на рынке Потому что в Белоруссии были популярны Вот в 17-18 году Рено Талисманы Рено Меган Вот гонялись с этим 1.5 дизельным Я снимал такой автомобиль Снимал и Рено Каджар И действительно Этот 1.5 дизель 110-сильный Простой 8-клоп Очень хорошо подходит Для наших людей В плане динамики Самое главное Надежности Простоты Экономичности И люди любили эти машины Они нравятся Они колесят Мне саму Внешне они заходят Нормально Но они по качеству Все равно до немцев не дотягивают Они все равно ниже по качеству А эти машины Пригоняют из США Именно этот автомобиль Также был пригнан сюда Из-за океана Они набирают популярность И сейчас они На первом месте По сути Из Д-класса Потому что Что такое Д-класс Это Passat Ну ауди А4 То же самое Единственное что Я уже многих видов своих говорил Я сам фанат Вага Для тех кто смотрит Меня в первый раз Я же рассказывал То что одна и та же платформа Только Passat поперечная У ауди продольное Расположение двигателя А так платформа одинакова Мондео Citroёn C5 Это все дороже Если взять по пробегу Комплектации Мощности двигателя По всем показателям Они все равно Выходят дороже Этот автомобиль Дешевле В плане цены Это самый больной вопрос Самая главная задача Их пригоняют Приток есть Есть предложение Спрос находится автоматически И эта машина Еще не теряется Ну конечно И А4 Ауди Тоже американки пригоняют Другие автомобили Но все равно Суммарно Они дешевле И Самое главное То что В принципе Тот же трюк Был Шевроле Шевроле Крузом Машина Выглядит Очень хорошо Дорого Богато Самое главное Она выглядит Дороже Чем есть На самом деле Потому что Как я говорил В прошлом видео Круз Это тот же самый Опель Астра Да Но Внешний вид На голову Выше То же самое И здесь Это Инсигния Машина Создана На базе Опель Инсигнии Но Выглядит Она Совершенно Иначе Дороже И представительнее Чем Опель И конечно Немалый Фактор Здесь играет Тупо Значок Что-то Шевроле GM Хотя Опель Тоже Это GM Но Опеле Уже Не так Положительно Относишься Не с такой Доверчивостью И теплотой Все равно Доверчивостью 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 ну и самый главный вопрос потому что несколько человек личку писала за сколько можно купить пригнать в общем машина пригонялась и 2020 году трехлетний машина 17 года была самая ну мечта идиота косну только бамперной повреждены фары были то есть никакого серьезного лобового удара никакие лонжероны не вытягивались боже упаси боковых ударов тоже не было то есть легкий косметический удар спереди самый идеал но и вышла машина с доставкой в районе 12 тысяч долларов если сейчас гнать такую машину ну к примеру она где-то уже не 12 вам обойдется что доставка подорожала но в районе там 1200 1300 так можно и дешевле но постоянно все меняется тут однозначно сказать сложно в общем около 14 13 с половиной где-то вот так вам обойдется автомобиль пригнать его сюда доставить и уже зависит зависимости от удара и в тот момент он восстанавливался установлен оригинальный бампер оригинальные фары я думаю фотки вставлю видео сразу будет понятно по значкам по лейбом что фары оригинальные в общем комплект фар 800 оригинальных бампер 1200 плюс покраска в общем все встала в 200 восстановление машины но это легкий такой удар был не крылья ничего без имена изменялся только от фары и бампер самые дорогие это двери двери там по 800 по 900 ну и 750 долларов стоит двери поэтому боковой удар самый дорогой в плане даже если не опасны то есть пол крыша стойка все не не повели просто двери замяли то двери менять вам уже обойдется в 1800 плюс доставка этой двери будете платить и найти двери по дешевке всегда хочется но не всегда то удается так что сам боковой удар самый дорогой выйдет сейчас если это все брать кстати 200 это оригинал но многие и не делают оригинал ноги занимается все равно непонятными вещами от фотография читаюсь вам ставлю тоже автомобиль пригнан из америки восстановлен у людей есть деньги 10 15 тысяч долларов но нет денег на нормальное восстановление его человеческое все равно экономия возникает но если не ставить оригинал то примерно не в 200 вам это обойдется а в полторы тысячи долларов примерно так же я и говорил на гибриде когда я снимал гибрид если я там говорил что лобовой удар легкий там где-то вам восстановление в 1600 обойдется если уже сэкономить на фарах на бампере ставить китай тайвань аналоги то сэкономите плюс к этому стрельнули две подушки но заменили установили новые 350 долларов на все про все то есть 2 450 в сумме потому что многие говорят именно цены на запчасти там двери крылья бампера фары но не упоминают такие вот вещи которые важно упоминать и не каждый не каждый вам человек это сделать что таких криворуких мастеров развелось последнее время что нужно переделать трижды поэтому изначально нужно искать мастера который вам сделать прежде чем покупать машину искать там обращаться в автосалоны подборщиком доставка автомобилей сша для начала начните от обратного найдите человека который вам это сделает такими машинами он занимался он знает у него есть программное обеспечение к примеру либо всем остальным и тупо даже хорошего качества майлера котором то все нормально сделать а потом уже занимаетесь поиском покупкой автомобиля по ходовой спереди макферсон сзади многорычажка с гибридом ничего не изменилось и то же самое по тюнингу ходовой да да вы не ослышались по тюнингу ходовой задний сайлент блок передней си плавающий но автомобили которым уже преклонном возрасте с точки зрения пробега которым уже необходимо замена сайлентблоков находясь наших заботливых руках автомобиль уже плавающих не видит он про них забывает ставят обычные сайлентблоки они гораздо дешевле чем плавающие зачем раскошеливаться на непонятные понты финты да абсолютно необоснованный также сзади свое время тоже был косяк такой заводской что при резком старте слышен был металлический звон от пружины и под подушки выпускали комплект шайб который стоит 8 10 долларов примерно но можно купить обычных шайб диаметр отверстия 10 миллиметров сама шайба 30 и подложить обычные шайбы решите проблему и сэкономите на этом не нужно обязательно оригинально покупать в целом подвеска хороша выносливо машина мягкая то что касается отзывов люди все в один голос говорят что автомобиль мягкий но разумеется на пневме гидропневмоподвески на аудио 8 на мерседесе с класса я ясно что машина будет мягче но для d-класса автомобиль очень мягкий достаточно мягкий скажем так подвеска мягкая упругая выносливо не скажешь что она уже сыпалась там до 100000 вся разумеется будут классические проблемы плавающие соленблоки но спереди макферсон особо ничего не разденет сзади тоже в первую очередь в первую очередь всегда разбиваются так и на ваге у меня я рассказал на своем автомобиле рычаги и нижние где пружины установлены они исход развалом регулируются вся основная нагрузка идет на них разбивать соленблоки именно на них и уже начнет колеса раздержаться то есть по классике все будет изнашиваться делать все во время не доводить все уходову до расшатанного состояния и в принципе много рычажку можно содержать по сути недорого меняя соленблоки которые первые начинают изнашиваться потому что все идет паровозиком по цепи источник гасите остальное все не изнашивается то есть до 100 тысяч можно на ездить там заменив практически там два рычага а то и меньше сколько стоит такое великолепие у нас продается на данный момент 71 автомобиль на 24 сентября 2022 года 71 машина поголовно ну 80 под 90 процентов машин это автомобили с двигателем 1 и 5 самый массовый получается под растаможку попадает нормально что небольшой объем и мощность приемлемая 163 лошадиные силы в общем 11 900 12 600 следующий самый дорогой автомобиль был 23 500 было двухлитровый до был один трубовый за 19 тысяч долларов семнадцатого года бордовый такой там по моему 100 120 или 110 тысяч километров пробега но вот так в общем до 24 в принципе можно найти цены приемлемые что выгоднее купить машину здесь с рук уже купленную восстановленную но конечно нужно со всей ответственностью подойти к выбору подбором потому что не совсем добросовестно некоторые люди машины восстанавливают из сша пригнать из сша конечно выгоднее пригнать из сша по сумме факторов комплектация пробег но в целом свежесть автомобиля год выпуска многим важен короче машину вы при пригоните свежее с меньшим пробегом из сша но а если у вас нету рука стала нормального мастера которым сделает качественно и относительно недорого пожащат это важно и запчасти дорожает все остальное дорожает сейчас может быть выгоднее купить машину здесь все же чтобы оградить себя от таких проблем потому что машины застревают их пригоняют уже через океан и сюда они проблемно достаются просто стоят в порту еще бывает месяц бывает пара недель то есть неизвестно когда автомобиль доставит такой геморрой но он доставит вопрос когда цены меняются на запчасти но вроде более-менее уже на ком-то балансе цену уравнялись и вы сможете спрогнозировать но конечно же это куча проблем особенно если вы не знакомы с этим рынком лучше не запариваться а сразу же как я уже сказал искать мастера в этом деле и еще отдельный момент насчет автомобилей сша потому что многие часто указывают там год выпуска указывают дату регистрации не год выпуска конкретного автомобиля то есть место там восемнадцатого года будет с 19 но автомобиль годом выпуска восемнадцатым но стоит 19 потому что он зарегистрирован девятнадцатом году но выпущен в восемнадцатом то есть на пяти годах вот от даты года выпуска вы можете ошибиться соответственно неправильно посчитают и вы попадаете на двойную растаможку я к этому веду то что важно не дата регистрации а очень часто так вводят заблуждение людей и люди покупают думая что автомобиль действительно девятнадцатый год он на самом деле 18 но в 19 18 сейчас не особо роль играет но когда уже наступит 23 год уже пять лет наступит а на этих пару месяцев вы можете попасть на двойную растаможку по салону несмотря то что он морально тесный морально потому что как я упоминал в прошлом видео когда впервые увидел молибу я подумал что это четырёхдверное купе потому что по дизайну он похож на посадцы цен аудио 5 на 7 на силы с кажется что это чертверное купе ну когда в первый раз увидел автомобиль увидел что дверь все же рамочная но выглядит он дизайн выглядит как чертверное купе и кажется раз четырёхдверное купе значит низкий потолок тесный салон тем не менее этого нет салон просторный мне очень удобно все можно подогнать под себя сзади еще достаточно места здесь находится поэтому физически ты не в тесноте все в порядке по комплектации у нас практически максималка здесь есть все первое что бросается в глаза в отличие до 25 тысяч километров пробега у автомобиля это несомненный плюс но по рулю уже начинается не затирать не но уже блеск появляется затертости нет но уже по рулю начинает проявляться пробег хром разумеется радует сам дизайн этот не скучный не пенсионерский интересный и по качеству материалов до качества не самое топовое не самые мягкие материалы но тем не менее вот на той даже машине тут 25000 там сто шесть тысяч пробега было на ямах скрипов не возникает и не самый мягкий пластик но и внешне он не сказать что уже так отвратительно выглядит как на новом по сегменте здесь наполовину дверная карта обшита кожей и здесь мягко сама дверная карта не выпирает пальцы туда не засунешь к я уже упоминал что на пилях вот это проблема здесь актуально автомобиль создан на базе инсигнии и вот astrig решили тем то что выпирали дверные карты уже попросту туда пальцем уже засунуть здесь дверная карта сидит нормально в своем месте вставки под дерево разумеется это окрашенный пластик под дерево но выглядит добротно красиво все равно эффект дорогой отделки по оснащению автомобиля контроль мертвых зон автопарковка но автопарковка была и на прошлом малибу также на кашка я была автопарковка на фокусе на многих автомобилях и не всегда с первого раза вот автомобиль сам мог заехать они иногда заезжал скажем так как начинающий водитель потому что разъедительная полоса либо была посередине либо на какой-то стороне водитель либо пассажира ровно не заезжает но опять же там всегда пишут в руках по эксплуатации необходимо перепроверять убедиться что действительно безопасности своего маневра что бывало вот когда я пробовал один из автомобиль так запарковать чувствую не въехал до сидел контролировал лупил по тормозам потом в драйве отъехал вперед и снова начал парковаться поэтому такие моменты тоже нужно учитывать особенно начинающие водители которым посчастливилось купить автомобиль не дешевый а оснащенный такой системой нужно короче полностью доверять кустиме нельзя с другой стороны зачем она нужна но она есть но она поможет в том плане что если проблемы с габаритами и автомобиль туда попросту не помещается машина туда не поедет уже плюс в этом подогревы вентиляции сидений подогрев руля также какие еще полезные функции мои любимые это активный круиз контроль вплоть до полной остановки и снижение скорости до передели и едущий автомобиль это конечно клёвая тема контроль за полосой снижение автоматически за усталостью водителя то есть если вы отклонились от полосы все начинает пищать визжать в этом плане конечно автомобили вам помогает но это все фигня двигатели ходовки все остальное самое главное что музыка босс и панорамная крыша все все что нужно для понтов а самое главное это добротный серый цвет автомобиль очень красиво в таком цвете потому что белые но это понятно малиново-вишневый такой цвет их сам бордовый цвет люблю но здесь он как-то не пляшется этим автомобилем здесь что-то другое хотя круз бордовый смотрится неплохо черный цвет обыденный но черный как владели черном автомобиле я знаю же черный цвет самый первый устает а этот автомобиль очень хорошо смотрится в сером этом цвете и такой цвет был по-моему на тахо на opel astra gtc вот такой цвет очень хороший он и выглядит дорого в отличие от черного он не так пачкается не так видны на нем грязь песок ну если стараться конечно пыль везде бросается но на сером не так это видно и плюс сколы мелкие царапины на сером все же не так бросаться глаза как в черном но и в целом в таком цвете автомобиль выглядит очень богато дорого он ему идет попросту говоря мультимедиа 9 дюймов потому что максимальная комплектация здесь хотелось бы подрулевые лепестки но здесь управление радиоволнами и громкостью музыки хотелось бы подрулевые каша для понтов хотя подрулевые здесь и не нужны потому что в современных автомобилях нету никакого смысла сама коробка переключит быстрее чем вы лепестками нас и она лучше вас отрегулирована завода на лучшее знака нужно переключить но для собственного удовольствия можно по рулю трёхспицевой рули я люблю трёхспицевые рули сам руль красиво исполнен значок chevrolet также более добротно близко к сердцу чем опелевский несмотря на то что агрегаты одинаковые пляшут но тем не менее управление пунктом бортового меню громкая связь положить трубку управление круизом по месту затем назад я садиться не буду потому что места предостаточно я рассказывал в прошлом видео то же самое здесь объем салона одинаковый место предостаточно над головой до переднего сидения места тоже хватает и люди с роста метр девяносто два метра смогут нормально расположиться для d-класса места предостаточно по багажнику конечно в багажнике сравнении с гибридом места гораздо больше плюс преимущество можно спинки задних сидений сложить и что-то дальномерное загрузить машину запаски не было но в комплекте идет насос и пена для шин то есть если вы шину прокололи запаски нет пеной запенили можете до вулканизации доехать но все равно надо как владелец поступать покупать дополнительно запаску чтобы она была оригинальный коврик малибу чё по правилам по движкам их тут много бог троицу любит их тут 315 18 и 20 как у нас 18 гибрид я рассказывал прошлом видео там гибриду посвятил все видео поэтому здесь мы поговорим подробнее про классические dvs 1 и 5 и 2 и 0 по состоянию данного автомобиля очень хорошо то что подкапотное пространство не мылась автомобиль ездит по загородной дороге тут видно ровный слой пыли везде одинаковый нет никаких подтеков ничего турбина сухая приятно посмотреть а если это все по мы сейчас вылезать уже на камеру мы засняли доказательства это все вы мы вымыть и у вас под капотом практически на автомобиль здесь установлена двухлитровая рядная четверка алюминиевый блок 250 лошадиных сил twin scroll индекс двигателя ltg все отличный от джема на самом деле не обольщайтесь не гордитесь вас на это опельский ecotec автомобиль создан на базе инсигний внешне он красивый салон классный но опелем все равно пахнет это ecotec это тот самый a20 nft 250 лошадиных сил при 5300 оборотов крутящего 353 с 1700 до 5000 ровно полка момента но благодаря турбинке турбинка свое дело делает цепной привод грэма алюминиевый блок рядная четверка алюминиевая шнасти клапана gbc самая главная степень сжатия 9 и 5 и специально для тех кто любит эксперименты жаркие эмоции хочу сказать то что вторым его поить не надо по что двигатель очень сильно нагружен и так изначально позже мощность и большой крутящий момент за счет турбины за что давление турбина то создается и любой современный двигатель в том числе этот особенно мощный турбо двигатель есть больше 100 лошадей с одного литра объема с топливом и маслом шутить не надо потому что двигатель пшом мощность не маленькая и если вы будете дубасить и заливать паленый херовый второй бензину вы рискуете же у вас поршни тупо развалится как на многих сначала перегородки посыпятся могут и поршни растрескаться к чертовой матери поэтому по-нормальному здесь не ниже восьмого на долете либо хорошие 5 но по-нормальному лучше 98 сотый бензин в этот автомобиль несмотря на низкую степень сжатия и степень сжатия низкая потому что его разжали для увеличения давления на 1 и 5 забегая вперед там 10 степень сжатия по проблемам двигателя проблем как таковых своих именно нет потому что растяжение цепи грм а это уже не хотелось бы чтобы это было нормой но это уже норма потому что на всех автомобилях цепи грм растягивается меняется они не не выходит весь рог службы автомобиль хотя износ натяжителей спакетили это в теории чаще происходит чем на растяжение самой цепи но все равно туда придется лезть но таких массовых отзывах растяжение цепи не было тем не менее за этим нужно следить чтобы не было перескока цепи было несколько разовых отзывов на форумах то что возникают течи двигателя потекает сальник клапанная крышка тоже классические проблем многих то же самое встречается по бензину маслу я уже сказал только качественное масло хороший бензин не ниже 5 а лучше всего восьмой постоянно сюда лить и масло желательно меня чаще потому что от этого и в целом зависит ресурс вашей поршневой самой турбины турбина здесь twin scroll они дешевая фазорегуляторы на обоих валах все зависимо от масла ресурс любого двигателя и наличие его проблем и как они быстро появляться напрямую зависит от эксплуатации потому что если постоянно дубасить в отсечку с лаунчей трогаться разумеется у вас вы вылезут все возможные проблемы появится раньше чем они должны быть в теории и все проблемы насчет течи масла масложоров хотя масложор здесь нету массовых проблем и здесь вообще в жало в принципе нету на масложор да может за 10 тысяч он что-то скрывать но масло нужно менять не раз 10 15 тысяч а желательно в 78 особенно если вы живете в городах миллионниках постоянно машина в пробках где больше не пробега мото часы важны это тоже важный момент и от плохого бензина здесь возникает детонация так что не нужно обольщаться то что 9 5 сжатия а так течи да все равно с возрастом опоры двигателя выйдут из строя было вот пару жалоб это не массово но пару отзывов что больное место это именно тнвд электронная дроссельная заслонка но я подозреваю тоже от постоянного ураганного стиля езды конечно возникает с пробегами нагарообразование с этим тоже связано то что дроссель неадекватно себя ведет и топливо не может построить то есть зарастание сажа это болезнь дизелей но все же и на бензин как встречается нагарообразование и все равно это больше возникает при медленной тоже очень медленной езде поэтому периодически все равно нужно продувки делать автомобилю не поддающийся логике факт то что нету гидриков здесь но с другой стороны я снимал и сорента и много других автомобилей где тоже не было гидриков и тепловые зазоры 200 тысяч автомобилей пробега приезжали не нужно их регулировать все в норме то есть с этой точки зрения может быть и правильно сэкономили так называться но лучше все же раз 100000 подъехать и посмотреть тепловые зазоры если нужно то выставить потому что двигатель и так излишне нагружен насчет чипа в теории да еще можно чиповать докачать но это уже я считаю то грань разумного двухлитровый турбодвигатель да можно как на вагах там и 300 400 сил снимает но ресурс двигатель от этого не увеличивается и жесткий старт в общем разгон 67 до 100 городской расход топлива 10 7 я думаю здесь стремится уже не нужно 6 7 хорошая динамика и не нужно двигатель уничтожать ради этих пару десяток до сотни сброшенных 1.5 lfv 163 лошадиные силы с 5 700 оборотов 250 крутящего с двух до четырех в принципе хорошая полка момента 8 и 6 разгон до 100 на 2 секунды дольше 8 и 7 литра средний расход городской заельные заводы ну конечно по факту будет больше у нас особенно с моим стилем езды 74 поршень хота 86 и 6 то есть в теории хорошая будет тяга снизу именно рывок толчок ну резкость что важно в городе резкий старт быстро ускориться перестроиться длинноходный двигатель это всегда позволяет сделать по своей конструкции заводской цепной привод грм а разумеется рядная четверка алюминиевая алюминиевая гбц все как положено фазики есть гидрики есть опять же все пинжате 10 как я уже упомянул на двухлитровом степень сжатия десятка здесь уже но и опять же и ему не стоит лить парашный бензин по нормальному все равно 98 я бы лил потому что двигатель вам ничего плохого от этого не скажет и также 15 склонен где-то нации поэтому хорошим бензином все же нужно автомобиль поить и чаще менять и масло потому что от качества масла зависит напрямую масложор на которой особо я не прочитал также по этому двигателю отзыва что крайне велики масложоры нет по масложору претензий нет но меня редко масло и плохое масло по качеству а их недолго ждать жара масло будет также напрямую от масла и зависит ресурс турбин что-то рассказывать думаю все это знают это понятно если будете менять масло раз 15 тысяч живя городе миллионики постоянно автомобиль будет тарахтеть на светофоре пока вы этих 15 тысяч намотаете то и гидрики запоют и фазики будут стучать и турбина все здесь будет в масле и масложор у вас появится ну то есть все напрямую зависит от вас качественный бензин потому что автомобиль вернее двигатель где-то нации склонен и рассыпаются поршни от детонации поэтому все как-то вот так и до рестайлинга был шестиступенчатый автомат с рестайлингом вариатор а здесь на двухлитровом turbo установлен девятиступенчатый автомат преимущество конечно это электро ручник потому что то дергание уже надоело и обращаю внимание я уже неоднократно об этом упоминаю электро ручник не электропривод ручника а именно электро ручник насчет ходовых качеств тут сижу я хорошо удобно счет по тебя отрегулировал как в минивейне по посадке уже поднялся наверх вот насчет шумоизоляции мягкая подвеска на через лежачие переехали вообще мягенькая удара не было но шумоизоляция тут конечно оставлять желать лучшего не сказать что отвратительно но плоховато хотя на счет насчет шумоизоляции на форумах не было у людей претензий потому что это уже зависит конкретно от человека от его желание что он хочет видеть и на чем он ездил до этого но динамики конечно бесспорно бесспорно хватает она замечательно потому что я не думаю даже вот успею не успею я топлю она берет очень хорошо в том плане что сейчас ехал mercedes можно с немецкими номерами сейчас ехал на холостых едва чуть-чуть сильнее нажимаешь уже 2 2 200 машина готова крутить уже с нуля ну я не топлю она уже с нуля там до 40 то есть предостаточно динамики автомобилю и этого двигателя хватает за глаза ну конечно потом разумеется привыкаешь привыкаешь ко всему этому хочется уже быстрее уже с лаунча там со всеми гоняться постоянно но это не нужно в любой момент вот я нажимаю четыре с половиной с двух скинула на передачу ниже четыре с половиной начинает дубасить и я прекрасно ускоряюсь не приняну я обогнать перестроиться резкий маневр сделать не проблема легко и непринужденно машина это вам позволяет сделать и ее динамики 6 и 7 до 100 вам хватит единственно такие трюки можно вытворять на мкаде а в потоке ехать 40 60 километров в час я думаю смысла никакого нету тут такой динамики поэтому 1.5 многим хватит за глаза потому что на хрена 2 и 0 250 лошади 10 ступенчатый автомат и ехать 60 в пробке соляриста с головой хватит но конечно на мкаде можно подержить подержить с кем-нибудь сцепиться если место позволяет вот сразу на дыбы садится машина садить на заднюю ось и вот о чем я говорил то что вот при резком старте назад садится вот этот звон есть но рим комплект шайб можно купить или обычные поставить и звона не будет сейчас его нет что 25000 машина только наездила вот легко и непринужденно легкое нажатие не в педаль в пол не топлю впереди едущую не влететь машина резко подрывается и никаких претензий с точки зрения динамики все прекрасно в этом плане плюс так это острота руля малейшее отклонение автомобиль уходит в сторону вот это конечно кайф классный кайф но сейчас вот слышен шум отарок шумоизоляция да шумновато но здесь я мы что не удивительно нормально машина их проходит но по шуму слышно звук проезжания колеса палатки колеса здесь положены от 17 до тут 20 21 можно засунуть сейчас 19 стоят ну и конечно в силу мощности динамика не ухудшается динамики достаточно но машина разумеется пожестче и шума больше отарок вот сейчас все это слышно все стыки выбраны и от из-за того что по шумке слышен шум проезжания латки колесом по звуку это отчетливо уже слышно но для города автомобиль замечательный здесь уже хочется говорить не про качество автомобиля ну качество безусловно хороший автомобиль ликвидные тем не менее самый ликвидный автомобиль сейчас на рынке из d-класса почему потому что запчасти дорожают всегда было выгодно раньше пару лет назад что лучше купить новый б-класс либо вот продолжать ездить на бушном автомобиле устранять его возрастные косяки какие-то болячки но ездить на нем более премиально более комфортном быстром динамично там прием престижным но сейчас когда дорожает запчасти обслуживать автомобиль дорого несомненно и что лучше вот новый б-класс дорогой c тоже вот брать такие автомобили с минимальным пробегом свежие и просто кататься на них менять от расходники там масла фильтра прокладки но без серьезных там уже где не требуется замена турбин восстановление рулевой рейки и прочие уже с возрастом и пробегом присущие косяки и здесь логично все же такие автомобили покупать и здесь не запаривает уже надежность блин там кпд ресурс потому что ресурсы у всех примерно одинаковые 200 300 тысяч у бензина к трубовых а пробег здесь максимально минимальный от 25 там 50 тысяч то есть вам еще нету времени на это все запариваться и не нужно еще рано поэтому просто идите кататься особенность город-миллионник и у вас ну здесь нужен просто надежный автомобиль то есть это б-класс старые постоянно посту кататься но ритм жизни вам этого не позволит поэтому все же лучше вот оптимальный вариант самый самый правильный и разумный это покупать именно такие машины по сути либо ездить на своем о чем вы ездите сейчас потому что многие спрашивают что лучше купить вот для города для повседнева и человек сам не готов обслуживать свой автомобиль поэтому покупать нужно только новый либо вот такой с минимальным пробегом 3-5 летки потому что старый любой старый автомобиль вас сожжет в том числе и toyota потому что утверждают что это самая надежная машина насколько уже toyota было с возрастом и ходовая а toyota по запчастям не самая дешевая и ходовая все остальное требует него и внимание самое главное денег и денег немалых свист мы услышали до 60 уже 60 не превышая мы набрали хорошо место позволяет и больше разогнаться но 19 катки чувствуют латки и сером жестковато если 17 поставить будет мягче и тише будет стать то обогнать кого-то дернуться со светофора можно с большинством с 80 с 90 процентами проезжающих мимо машин можно с любым зацепиться и выиграть гонку но положительная черта это то что двигатель абсолютно не слышно абсолютно тех автомобиля работает и как будто нужен электромобиль на холостых хотя и на ходу не особо слышно шум и немного пробиваются салон на 44 спалят еще уже слышно работа двигателя его характерный звук но это нужно что вы стрит страйкер такой блин всех готовы обогнать но и конечно машина внушает такие амбиции потому что как я уже сейчас стартанул я не держал левую ногу на тормозе я и не так и тапку в поле не дал чтобы потому что там меньше чем 100 метров еще одни светофоры были машины стояли я долбанул просто на 50 60 процентов педали газа нажал машина стартанула как с лаунча блин то жирный плюс это автомобиль который перекрывает все минусы абсолютно все минусы потому что город требует иногда вот на зеленый не успеваете тут кто-то зазевался надо обогнать перестроиться там и резкие маневры нужно выполнять по необходимости не потому что ты понтуешься и что-то себя хочешь показать а иногда ситуация этого требует а как ехать на машине когда ты в ней не уверен здесь нажал машина на ступень ниже скинула тут же моментально ускорилась 80 90 она кладет на глазах но насчет посадки да нету массажа сидений вот это не на нету подкачки сидения что как было на седьмой на силой си заезжаешь и резко в поворотом лево вправо и другая сторона когда ты начинаешь вроде должен болтаться в кресле тебя хоп она надувается поддерживает и ты не ерзаешь по сидению но конечно это уже другого класса автомобиля для до класса здесь есть все что нужно еще немного сверху по сути и контроль за полосой в принципе не нужен потому что он будет раздражать своим писком потому что я виляю не потому что я засыпаю здесь ладка на ладке не хочу он в яму попасть я ее объезжаю и сейчас она отключена нахрена это правильно потому что она начала бы сейчас пищать записок отвлекает сколько автомобилей я тестировал контроль за усталостью водителя контроль за полосой контроль за ограничением скорости это щука начинает пищать это такая раздражает отвлекает и все-то нахрен отключено то же самое и здесь контроль за полосой сейчас отключен он не нужен пожелает я объезжаю ямы я уезжаю в другую полосу на сейчас начало бы пищать не надо резко устроиться перед на зеленые сейчас начало бы тоже там пищать то что ты превышаешь скорость блин она не понимает моральной необходимости этого мероприятия а вот примеру спереди лада веста кросса своя насколько у нее там разгон заводской по 13 14 секунд до 100 с такой динамикой по такому городу уже опасно ездить но несколько обзоров назад я снимал audi 100 c3 машине 32 года она с завода 12 секунд кладет до 100 это же с атмосферным 1 и 8 стороны если еще 14 15 диски то в принципе нормально что сотка ехала так бодренько резко там не уйдешь куда-то но бодренько нормально шла но веста так не идет и у нее 16 из завода а то и 17 на св этот атмосферный 18 который по сути 16 динамика оставляет желать лучшего там вот еле-еле по инерции разгоняется я вот правой ногой играюсь педалью газа и тормоза чуть нажму она держит необходимую скорость скидываю пыша ямой и скидываю пышу в нее не удариться тормоза отличная вот спереди все тормозят чуть реже нажал автомобиль уже закапывается как я люблю на гибриде такого эффекта не было там сначала уменьшается вращение ну за счет электродвигатель они заряжаются за счет торможения уменьшаете вращение потом уже дотормаживает колеса ну короче автомобиль тормозит но не так в привычном понимании и немного стремновато с этой точки зрения не сказать что гибрид плох но из-за его вот этой этого нюанса такого что он сначала скидывает оборот потом дотормаживает вот так что и заряжаться за счет уменьшения оборотов немного все равно неловко непривычно к этому надо привыкнуть конечно и вас то смущать не будет но все равно не тот эффект не тот уже нет такой уверенности торможение здесь тапка в пол машина тормозила замечательно 19 катках тормоза отличная динамика отличная в целом нет никаких проблем хорошее обслуживание не мучайте автомобилю лаунчами постоянными и разочаровываться не придется да и в принципе не разочарует никто не жалуется на них все равно и многие кричать что все современные вот моментально ускорение перестраиваешься скидывает нормально скорость при торможении многие говорят что принято говорит что современная машина уже не то да там все но без всех этих современных плюшек потом садишься думаешь блин как этого не хватает честно право на горяча шка делает свое дело вот сравнение с балкой вот когда сейчас шел по кольцу машина уверенно держала траекторию все равно на балке немного в сторону да потянет сейчас я шел на кольце 60 не сбрасывая скорость я повторил всю траекторию автомобиль облокотился на одну сторону но сделал все как надо все равно преимущество перед теми же талисманами меганами как наши люди их любят уже в последние годы я понимаю вот люди покупают такие машины да это действительно надежно правильно экономично но с точки зрения ходовых качеств все равно этот автомобиль делает свое дело все равно и на нем ехать приятно он заходит хорошо в повороты за счет этого балка так не сможет вас она держит два задних колеса и автомобиль уже уходит в сторону все равно не так приятно на ней за рулем ехать чем здесь конечно на ней приятнее ехать и я как уже упомянул я не скажу что на ней гораздо дороже нам на горяча шки поменять этих пару соленблоков самые нижние рычаги первым первыми разбивается следить за их состоянием если начинает уже люфт чуть-чуть подведать резину там узор начинается сразу же менять вы не расшатайте другую ходовую я к тому что по долговечности надежности не хуже балки на горчашка а ехать нам на горчашке гораздо приятнее потому что автомобиль держит любую траекторию ты мой ресурс не конечно на 120 на кольцо не зайдешь но вот 40 60 километров я спокойно как я автомобиль направил так он эту траекторию вывел все равно балку вводит в сторону и ни черта не сделаешь потому что новую конструкция заводская такая и против физики не попрешь как бы не делал на горячашка все равно круче в этом плане но вот и все по ней то все равно остается хорошим аргументом каждого автомобиля есть свои слабые стороны сильные но сейчас есть возможность пригонять машины из-за границы такие именно и они стоят нормальные деньги по сравнению с немцами они все равно дешевле и покупая автомобиль до 100 тысяч километров в принципе нету такого острого вопроса в плане надежности каких-то поломок типичных ею там слабых мест заводских недоработок и тому подобных до 100 тысяч как правило серьезные проблемы не побеспокоит и я снимал очень много новых автомобилей вернее не новых но там двух трехлетних с пробегами из 40 50 тысяч ну и новые были такие же где владельцы уже говорят ну я уже поездил на ней я уже понял привык мне уже неинтересно буду продавать а машина еще там 4500 только наездила так что решать каждому если уже конечно брать пробегом 200 плюс то кошелек нужно готовить но как правило таких машин есть встречается нужно диагностировать любом плане но еще пробеги приемлемые а на этом все спасибо большое за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе ничего не пропустить подписывайтесь в соцсети в телегу счастливо